Тот, кто не запланировал время для молитвы, не молится совсем. Найдите время для главного, найдите время для Бога. Добрый вечер! В эфире программа «Помолитесь за меня». Уделяя время для общения с Богом, мы получаем большие благословения. Попробуйте поговорить с Ним, и Вы будете удивлены, насколько плодотворным будет Ваш день. Бог поможет Вам добиться больших успехов, а переживания Вашего сердца — это всегда и Его переживания. Операторы колл-центра уже готовы принять Ваши звонки. Звоните на новый наш номер 0800 30 20 20. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов по Украине на этот номер бесплатны. Для жителей России номер остался прежним 8 800 118 44. Работают также скайп и электронная почта. Друзья, звоните нам, если Вы пожелаете. Ваша просьба может остаться анонимной. Сегодня первая наша молитва будет посвящена Украине. А также мы будем иметь специальную молитву о городе Донецке. А также в нашей программе мы с Вами поговорим о важности тихой молитвы. Наша гостья сегодня расскажет о чудесном исцелении мамы от смертельной болезни. А волонтер проекта «Восточный ангел» подерится историей молитвы, которая сотворила чудо. Друзья, во время особых переживаний в нашей стране, возможно, в Вашей семье или даже в Вашей личной жизни, мы приглашаем Вас провести следующий час в особом общении с Богом. Оставайтесь с нами. Рад тебя видеть. Взаимно, Владимир. Мне тоже радостно, что мы вновь можем начинать этот молитвенный час. И, наверное, как всегда, начинать с молитвы за нашу страну, за Украину, за руководство нашей страны, за политиков. За тех людей, кто на передовой, за тех людей, которые не причастны к войне, мирные жители или дети. И сейчас из многих городов на Востоке, где сейчас обострилась ситуация, вывозят детей вглубь страны, чтобы дети не пострадали, и вывозят детей из интернатов, а также родители отправляют своих детей, чтобы их обезопасить. Поэтому будем молиться, чтобы они хорошо доехали, обустроились, но и чтобы они могли вернуться назад в свои родные города и чтобы было куда возвращаться. А это возможно, если будет мир. Поэтому, конечно, наши молитвы о мире для нашей страны. Дорогие друзья, мы приглашаем вас, чтобы мы могли вместе с вами ходатайствовать о нашей стране. Приглашаем вас к этой первой особой молитве за Украину. Великий Святой наш Господь и Бог, благодарим Тебя за Твою поддержку и утешение. Ты видишь, что каждый день сейчас гибнут люди, как и военные, так и мирные. И все эти люди хотят мира. Никто не желает войны. Поэтому мы просим Господь, чтобы Ты сделал все возможное, чтобы остановить это кровопролитие. Множество людей, сотни, тысячи людей, миллионы людей молятся к Тебе и взывают и просят Господь, благослови, верни мир в нашу страну. Просим Господь, чтобы Ты благословил детей. Особенно мы переживаем о них, те невинные души, которые вовлечены в этот конфликт и страдают не по своей вине. Мы просим Господь, чтобы Ты благословил тех детей, которые сейчас эвакуируют вглубь нашей страны, там, где нет взрывов, нет стрельбы. Мы просим, чтобы Ты благословил их родителей, чтобы они, оставаясь в этих городах, близкие к фронту, сохранили свои жизни. Небесный Отец, поддержи, пожалуйста. Мы просим это все во имя Иисуса. Наши молитвы о руководителях, потому что многое от них зависит. Мы просим Господь, чтобы они искали мудрости у Тебя, не полагались на человеческий только разум, но искали советы у Тебя, Небесный Отец. Из Священного Писания находили важные принципы, что человеческая жизнь, она ценна в глазах Бога. Поэтому просим благословить, чтобы со всех сторон противоборства люди могли, и руководители могли принять правильные, извешенные решения и остановить это кровопролитие. Мы просим во имя Христа. Аминь. Аминь. Друзья, операторы колл-центра готовы принимать ваши звонки. Пожалуйста, звоните, если у вас есть проблема. Наберите этот номер 0800 30 20 20. Дозвонитесь к нам, расскажите о своей беде, и мы помолимся о вас. С нами на связи уже есть наша зрительница Галина. Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас услышать, откуда вы звоните. Галина, вы слышите нас? Ага, вот я слышу, я тут было, что-то перерывало. И мы вас очень хорошо слышим. Расскажите, откуда вы звоните, пожалуйста. Из Черкасьской области. Приятно очень, что и там нас смотрят. Каково ваше сообщение сегодня? Чтобы помолились за моего зятя, потому что его обследовали, и вы знали, что в его раку в голове. Как давно это вы определили? Что-что? Как давно вы определили? Давно поставили диагноз? Нет, это две недели. Как его зовут, скажите, пожалуйста. Владимир. Мы обязательно будем о нем молиться. Галина, полагайтесь на Бога. Обязательно обращайтесь к нему за особой поддержкой. Ну и наши молитвы сегодня о вас, о Божьей поддержке для вашей семьи. Знаешь, Владимир, есть еще несколько сообщений. Вообще очень много мы получаем сообщений по скайпу и по электронной почте. И последний из них хотела бы прочитать. Нас просит помолиться за девочку Оливию, у которой остеомиелит. Она сейчас еще находится в больнице. Нас просит молиться родители. Ольга из Днепропетровской области просит молиться о своем здоровье. Ей нужна операция. А также она просит молиться о сыне Руслане, у которого наркотическая и алкогольная зависимость. О дочери Анжели и о ее семье, а также о братье Александре и его жене, чтобы они обратились к Богу. Нина просит молиться о маленькой правнучке Вике, у нее воспаление легких. А также об исцелении Валентины, у которой заболевание крови. Кристина просит молиться, чтобы Господь сохранил ее дедушку Николая. И Елена просит молиться о внуке Вячеславе, а также о дочери Ларисе. К нам дозвонилась Валентина, и мы также желаем ее услышать и узнать, что ее тревожит, о чем она хочет, чтобы мы молились. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы к нам звоните? Город Киев, но хотя и сейчас не в Киеве, а за городом. Очень приятно. Валентина, мы вас слушаем. Что вас побудило к нам позвонить? Я хочу поблагодарить вас, что я могу через вашу передачу поздравить мою мамочку. Ей вчера было 90 лет. Очень хорошо. Она сейчас сидит и смотрит телевизор. И я так благодарна Богу за то, что она дожила до этого возраста. Слава Богу. За то, что Господь сохранил в ее здравый смысл, что она любит Бога. И я только одно хочу, чтобы все то, что приготовил Господь, чтобы осуществилось в ее жизни. Спасибо большое, Валентина. И я хочу попросить, чтобы вы помолились за меня. У меня завтра операция. Обязательно мы будем молиться. Спасибо. Пусть вас Господь благословит. А также мы присоединяемся к поздравлению вашей мамы. Пусть Господь дарует вам много-много сил и крепости, духовных переживаний с нашим Господом, живых с Ним отношений. Пусть Господь поддерживает и укрепляет вас. Мы от имени нашей программы и от Инессы также поздравляем. Друзья, в этот момент мы бы хотели пригласить вас присоединиться к нашей молитве, потому что желаем обратиться к Богу и попросить Его милости и Его заботы для каждого из вас. Великий Отец Небесный, обращаемся к Тебе с благодарностью за то, что Ты с нами, слышишь молитвы и благословляешь. Господь, мы благодарим Тебя за маму Валентины, которую Ты сохранил в таком преклонном возрасте, Господь. И она в здравом уме может сегодня жить, общаться со своими родными и близкими. Мы очень благодарим Тебя за то, что однажды Ты ей подарил жизнь, и сегодня она знает, что Ты Бог добрый и любящий. По милости Твоей, Господь, сохрани ее, поддержи ее силы, даруй ей, Господь, благословение Тебя и особой заботы, чтобы она всегда ощущала Твою руку в своей жизни. Мы просим за Валентину, которой завтра предстоит операция, Господь, по милости Своей, Ты будь с ней, благослови врачей, которые будут ее лечить. Ты видишь, все от Тебя, ничего не сокрыто, мы отдаем, Господь, эту женщину в Твои руки и верим в то, что Ты о ней позаботишься. Господь, Ты видишь зятя Галины, у которого такое серьезное заболевание, ему поставили онкологическое заболевание, опухоль головы, Господь. И мы сейчас также хотим отдать его в Твои руки, потому что мы бессильны в данной ситуации. Может быть, и врачи не все могут сделать, потому что все, Господь, только лишь в Твоих руках. Мы хотим, чтобы Ты был с Ним. Помоги назначить правильное лечение. Если воле Твоей угодно, даруй ему исцеление, даруй поддержки для его семьи. Господь, им всем сейчас очень нелегко. Поддержи его родителей, его семью. Будь с ними, помоги, чтобы они в это тяжелое время могли поддержать друг друга и выйти из этой сложной ситуации с надеждой на Тебя. Благослови Те, Господь, кто страдает от серьезных заболеваний, от зависимостей, кто сегодня пытается справиться со сложностями жизни. Ты каждого благослови и даруй сил. Помоги, чтобы они могли быть сильными в Тебе, сильными и справляться со всеми испытаниями жизни. С Тобой это возможно. Мы отдаем каждого в Твои руки и верим в услышанную молитву. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы ждем от Вас звонков. Звоните, будьте настойчивы. Поделитесь тем, что Вас тревожит, а также поделитесь радостью. Для многих является большим ободрением, когда они слышат, как Бог отвечает на молитву. Это укрепляет веру, дает возможность бороться с многими трудностями. Поэтому, пожалуйста, делитесь с теми преимуществами, как Бог ответил на Вашу молитву. К нам поступили просьбы молитвенные, которые мы желаем Вам озвучить, чтобы вместе с Вами молиться. Нина Максимовна из Черневесской области просит молиться за нее. У нее больные ноги. Должны делать операцию и просят молиться за ее исцеление. Алла из Житомирской области просит молиться за мужа Юрия. Ему пришла повестка. Просьба молиться за зятя Дмитрия, чтобы Господь помог рассчитаться с долгами. Просит об этом любовь. Просьба молиться за... Люба также пишет, просьба молиться за меня. Я вижу только недостатки. Мне трудно жить, нет желания общаться, опыта работы, желание улыбаться. Ну, явно напоминает депрессию. Поэтому будем молиться обязательно о вас, Люба. И вы молитесь вместе с нами, чтобы Господь принес вам освобождение. Сергей из Черкасской области просит молиться за себя. У него есть проблемы с алкоголем. Он хочет избавиться. Оксана просит молиться за дочку Еву. У нее большая температура. И просит молиться, чтобы ей стало легче. Знаешь, я смотрю, что много разных просьб. На самом деле мы все разные. У каждого своя история жизни. Но радостная новость в том, что нас знает Бог. И Бог знает каждую проблему. Поэтому к Нему всегда можем обратиться за помощью. Мы знаем, что Господь всегда услышит. Конечно. У нас есть скайп-звонок. И мы хотели бы поговорить с нашей зрительницей. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да, Лариса, мы рады вас услышать. И даже увидеть. Да, я очень рада тоже вас видеть. И, в общем, эта проблема уже не новая. Я не один раз спросила за Нину. Ну, наконец, ей установили диагноз. И вот в пятницу, на следующей неделе, предстоит очень серьезная операция. Я бы хотела попросить вас, и сама вот молюсь, чтобы взял Господь в руки эту ситуацию. И чтобы меньшими средствами, ну, уже Господь дал благословение, потому что квота, вот эти 120 тысяч, они бы никогда не нашли. Ну, хотя бы найти вот на то лечение, которое предстоит снять боль, и за стационар заплатить хотя бы вот это. И чтобы руки доктора Господь благословил. Лариса, спасибо за то, что вы звоните нам постоянно. Мы будем молиться о Нине, но также приглашаем вас смотреть сегодня нашу программу, потому что истории наших гостей как раз о том, как Бог чудесным образом находит средства на лечение и на остальную помощь. Бог всегда заботится о тех, кто обращается к Нему. Поэтому оставайтесь с нами. Еще раз спасибо за звонок. Мы будем молиться, дорогие друзья. Обратимся к Господу и будем просить Его и ходатасывать за тех людей, которые нуждаются в нашей поддержке и нуждаются в помощи от Господа. Великий Святой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты открытый для каждого из нас и нет тех препятствий, которые бы разделяли нас с Тобой. Благодарны, Господь, что Ты слышишь молитвы и на этом месте, и во многих уголках нашей страны, где сейчас люди стоят на коленях и молятся. Господь, благодарим. Просим, Господь, чтобы Ты благословил Еву, маленькую девочку, которая имеет большую температуру, и мы просим, пожалуйста, благослови, чтобы она стала выздоравливать. Укрепи веру родителей, поддержи, пожалуйста. Небесный Отец, мы просим за Нину. Мы благодарны, Господь, за то, что Ты решаешь ее проблемы, а также просим, чтобы Ты благословил и нашел те средства, которые необходимы для лечения, для операции. Небесный Отец, просьба за Сергея, который для себя принял решение избавиться от алкоголя и осознает, что он сам не может с этой болезнью справиться. Он уже сделал первый шаг, признание, и теперь желает Господь найти веру. Благослови, Господь, пожалуйста. Укрепи его веру, чтобы он ухватился за Иисуса всей своей верой. Пусть она будет даже маленькой, но чтобы вера в Иисуса принесла ему освобождение и исцеление от этой болезни. И мы просим не только за Сергея, но и за многих тех людей, которые, возможно, сейчас также смотрят программу и молятся. Господь просим, перенеси им избавление. Пусть трезвость войдет в их жизнь, и они начнут радоваться жизнью в здравом уме. Небесный Отец, мы просим за тех, кто получил повестки, кто отправляется в зону, а то мы просим, что Ты сохранил. Сохранил и помог им вернуться благополучно живыми домой. Благослови, пожалуйста. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Друзья, мы приглашаем вас оставаться с нами, а особенно жителей города Донецка, потому что уже через несколько минут наша специальная молитва о вас. Не переключайтесь. Татьяна просит молиться о своей сестре Светлане, чтобы Господь коснулся ее сердца, и она познала его любовь и милость. Просьба молиться о семьях Андрея и Кристины, а также Алексея и Виктории, чтобы Господь дал им мудрости в отношениях друг с другом. Игорь просит молиться об исцелении своего отца, онкология. Лариса просит молиться о своей семье в Америке, чтобы Господь сохранил их. Там снежная буря. Ирина просит молиться о духовном и физическом здоровье своих родителей. Татьяна просит молиться, чтобы Господь дал ей мир свой и уверенность в нем. Просьба молиться о сестре Зинаиде, у которой осложнение после операции. Владимир, в нашей прошлой программе получили сообщение, нас попросили помолиться о городе Донецке. Город находится в особом сейчас положении, и о нем нужно особо, наверное, совершать молитвы. Но прежде вот несколько интересных фактов, наверное, и нам было бы хорошо вспомнить, и зрителям напомнить. Какой был Донецк. Да, в 1970 году ЮНЕСКО присвоило Донецку звание города миллиона роз, как самому зеленому промышленному городу Европы. Один из символов Донецка – это терриконы. Более ста, по разным оценкам, на территории годного города находятся. И высокие есть, настоящие великаны, и самые маленькие, крохотные. Очень интересна вот эта информация. Самые глубокие шахты Украины в Донецке находятся. Глубина их более 1200 метров. Можешь себе представить, насколько глубоко. Самый большой автомобильный кинотеатр находится в Донецке 242 квадратных метра. Представляешь, как красиво, да, как красиво вот посидеть в таком кинотеатре и посмотреть какой-то из фильмов, например. Неподалеко от областного центра расположен наибольший в стране искусственный лес. 2543 гектара. Более полутора столетий назад его посадили, заложил его выдающийся научный работник Виктор Граф. Вот до сих пор это очень красивый лес. И даст Бог, он еще будет цвести, расти, и очень многие люди смогут поехать туда и посмотреть то, что там находится. Значит, наши зрители видели символ Донецка, пальма Мерцалова, которая сделана была из металла, да, а также кованые розы, как символ, опять же, то, что ты говорила, столица роз в этом городе. А также жемчужину, жемчужина Донецка, это вот последних лет, это стадион, который украшал этот город и считался лучшим в Восточной Европе. Мы, наверное, никогда не забудем чемпионат мира по футболу, да? Профутболу, да? Также проходил в Донецке, да. То есть очень много приятных воспоминаний связано с этим городом, но, к сожалению, будем молиться не о этих приятных воспоминаниях, а о том, что сейчас происходит, что много разрушений, очень сильно пострадал Киевский район, который близко к аэропорту, и поэтому на себя принял основную массу ударов. Недавно на остановке троллейбуса погибли люди, и мы видим, что многие люди находятся в подвалах. Очень сложная ситуация, и гуманитарная, экономическая, экологическая, поэтому нам есть о чем молиться, чтобы все-таки в Донецк вернулся вот тот процветающий образ, который был ранее. Примерной жизни, да. Друзья, мы приглашаем, чтобы мы могли все вместе молиться о жителях этого города, и независимо, где мы живем, на западе или нашей страны, на юге или на востоке, или в центре, мы готовы молиться за наших побратимов, готовы молиться за наших соотечественников, поэтому давайте поддержим их в эту сложную минуту их жизни. Святой Великий Господь, мы молимся и просим Тебя за жителей чудесного города Донецка, жителей, которые очень любят труд, жители, которые очень открытые, прямые, люди, которые честны, люди, которые любят правду, и мы, Господь, благодарны Тебе за удивительных жителей города Донецка, и мы просим особым образом Ты благослови. Сейчас они переживают очень непростые времена. Мы видим, что очень сложно экономически, очень большие проблемы с продуктами, с водой, с электричеством, с теплом, с разрушениями. К сожалению, есть гибель и мирных жителей, и мы просим, Господь, Ты благослови, чтобы в Донецк пришел мир. Мы видим, что эпицентр столкновений сейчас находится рядом с Донецком, и поэтому просим, пожалуйста, Господь, сделай все возможное, чтобы люди начали жить нормальной, мирной жизнью. Благослови, пожалуйста, сохрани их. Во имя Иисуса, молитва наша. Аминь. Аминь. Друзья, если вы хотите, чтобы мы помолились о вашем городе, или, может быть, село, или поселок, в котором вы живете, напишите нам сообщение, позвоните в колл-центр, и в одной из следующих программ мы обязательно совершим такую специальную молитву. Но еще у нас сегодня, как всегда, есть вопрос от нашего зрителя. Кстати, наших друзей мы также приглашаем прислать вопросы по молитве, или, может быть, вопросы, которые вам непонятны во время чтения Библии или изучения других книг. Пишите нам, мы будем отвечать на эти вопросы в прямом эфире. Вопрос от Ярослава сегодня. Соответствует ли Библии тихая молитва? Вот мы молимся вслух обычно, да, но иногда люди молятся тихо, когда не слышно. То есть про себя? Тихо про себя, да. Про себя. То есть мы называем тихую молитву, это не просто, когда человек тихонечко молится, а молитва про себя внутри. Кто-то, возможно, смущается, что если тихая молитва, то, возможно, Бог не услышит. Но мы должны знать, что в Священном Писании сказано, что Бог является сердцеведец. Сказано об Иисусе, что Он знает все, что есть внутри человека. Сказано об Иисусе, что Он знал помышления людей, которые что-то думали о Нем. Поэтому для Бога не является проблемой, если мы молимся вслух или мы молимся про себя. Поэтому библейские основания. Мы видим библейский герой Неемия, который столкнулся с очень сложной ситуацией, нужно было принять быстрое решение. Он стоял перед царем, царь задал ему сложный вопрос, и он успел только про себя помолиться Господу, чтобы Бог дал ему мудрость. Поэтому мы видим, что есть библейское обоснование. Мы также видим, что Иисус не всегда молился вслух, а мы видим, что были молитвы, которые, вот как я, когда читаю Писание, и 11 глава Евангелия Таана, когда Иисус подходит к молитве, к могиле Лазаря, то мы видим, что только часть молитвы Он совершает, Он уже благодарит. А основную часть молитвы, Он уже благодарит за услышанную молитву, что ты услышал меня. Вот Он говорит, значит, мы предполагаем, что предыдущая часть молитвы Он уже сказал про себя, в тихой молитве Господу. Некоторые считают, что в тихой молитве она даже имеет большее преимущество, чем вслух, потому что переживают, что дьявол услышит молитву вслух и будет делать какие-то козни, противодействовать. Здесь нам также не нужно бояться молитвы вслух. То есть мы можем молиться и не переживать, что дьявол нас услышит, потому что Бог защищает и оберегает нас. В тихой молитве нужно тогда, когда мы хотим помолиться, возможно, нет соответствующей обстановки. То есть, по сути, как бы тихая молитва, это молитва при определенных обстоятельствах, чаще всего, да? Когда у тебя нет возможности сказать вслух перед всеми. Помнишь, наша гостья в прошлой передаче сказала, когда у нее была критическая ситуация, она успела только про себя сказать «Боже, спаси!» Она даже вслух не успела это произнести, потому что настолько была стремительная ситуация, а мысль-то быстрее идет, чем слова. Поэтому в мыслях она успела обратиться к Господу и сказать «Боже, спаси!» И это уже также есть молитва. Спасибо большое. Друзья, обращайтесь к Богу, когда у вас есть возможность, в любую минуту. Если у вас нет возможности сказать Ему слова благодарности или слова просьбы вслух, вы можете помолиться тихой молитвой. Он обязательно вас услышит. Мы продолжаем нашу программу и уже через несколько минут вернемся в эту студию и встретим нашу первую гостью. Не переключайтесь. Любовь, радость, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Подібного немає на жодному християнському телеканалі України. З квітня місяця щодня дивіться на телеканалі «Надія» – передачі з зурдоперекладом. З 15 до 16 розмаїття тем духовності, здоров'я та історій людських доль. Розкажіть про це вашим друзям. Якщо під час перегляду наших програм у вас виникли запитання або побажання, ви завжди можете зателефонувати на номер гарячої лінії 093 50 157 80 або 066 707 20 05 або 098 707 20 05 або 0800 50 157 80 А також ви маєте змогу написати нам на електронну пошту контакт от hope.ua Друзі, це програма «Помолитесь за мене». Ми представляємо вам нашу першу гостю в студії Валентина Шипицына, администратор медицинського центра. Валя, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришла сегодня к нам рассказать свою чудесную историю. По-другому, наверное, нельзя сказать, потому что Бог действительно творит чудеса. Эта история связана с твоей семьёй, да, и с твоей мамой. Да, конкретно с мамой моей. Она неожиданно для себя узнала в спокойной жизни о том, что она больна, у неё вирус гепатита С, и печень находится в циррозном состоянии, находилась. То есть она даже не подозревала об этом? Нет, эту болезнь потому и называют ласкового убийц, потому что многие люди живут и годами не знают о том, что у них есть болезнь, и она прогрессирует. И, по сути, постепенно умирает. Убивает их, да. Когда твоя мама узнаёт об этом диагнозе, это была уже серьёзная стадия или это был начальный процесс? Да, это уже была серьёзная стадия. Как позже оказалось, врачи выявили, что уже 12, а то и 14 лет, как она прогрессирует. 12 лет, как она была больна, она даже об этом не знала. Да, она даже не догадывалась. Ну, как бы симптомов особо вроде никаких и не было. И спокойно себе жила, но вдруг вот резко узнала и очень огорчилась. Что сказали врачи? Что они ей предложили и что они прогнозировали? Мы как раз видим фотографии с мамой, да, и вашей семьёй мы как раз видим. Да. Прогнозировали, ну как, что в основном лечение уже практически невозможно, потому что гепатит имеет 3 стадии, и в каждой стадии по 2 варианта. А, Б, по-моему. Первые 2 варианта, они лечатся легко, ну их как бы можно вылечить, а вот третья, это С стадия, да, она уже как бы запущенная, и для того, чтобы её вылечить, наше население, ну, Украины, не способно в основном оплатить такое дорогое лечение. И сказали, что особо шансов или бороться нет. Ну, некоторые, но нашёлся хороший врач, который... То есть были вообще, которые сказали, что шансы нет? Да, были, мы пришли даже на приём, я помню, к одному, я вместе с ней ходила по врачам некоторые разы, и было такое, что мы пришли в кабинет, а он ей прямо в глаза вот так говорит, что вам осталось всего пару лет жить. Ну, то есть, они ошарашили маму, ошарашили меня, мы обе были в шоке, она особенно, потому что, ну, как бы она носитель этой болезни, и... Ну, я пыталась её поддерживать, но к тому врачу мы не обратились за помощью. А вы не спрашивали Бога, почему так случилось? Я думаю, мама, наверное, первее спрашивала, я тоже спрашивала, потому что переживала очень, почему мама заболела, почему не кто-то другой, да даже бы я лучше заболела, ну, то есть, у меня какие-то такие мысли были неприятные в голове, и ощущение тоже, что, ну, почему мама, ну, она же вела здоровый образ жизни, всё было хорошо, даже не было никаких заявок для того, чтобы она могла вот так вот заболеть. Я понял, что вы руки не опустили, вы что-то начали делать. Нет, не опустили. Вы начали молиться? Мы в первую очередь начали молиться, причём усиленно, мы просили всех своих друзей, знакомых, всех-всех, кого могли просить, о том, чтобы они действительно молились за маму, и чтобы я прежде всего молилась. Мы вместе с семьёй вставали на колени. Но Бог сделал чудо, исцелил, или Он повёл другим путём? Конечно. Бог по-разному. Знаем уже по опыту наших гостей, Бог действует по-разному. Ну, просто о чём мы говорим, что иногда вот молиться недостаточно, нужно что-то делать, чтобы получить то, о чём ты просишь. Да, бывает, что руки опускают люди, да, и сдаются, поддаются тому, что вот нужно смириться с тем, что есть, и как-нибудь уже может закончить свою жизнь. Мы настроили всячески маму на то, что так нельзя, и я думаю, Бог в первую очередь это тот, который дал ей этот стимул к жизни. И потом, Он дал и деньги, о которых мы вообще даже думать не могли. А сколько велика? Какая сумма, да. Ну, если, например, на тот момент, два года назад, даже уже три, то около 120-130 тысяч это за год. Это когда курс доллара был 8, ещё так скажем. Может быть, даже ещё 6-7. То есть 15 тысяч долларов как минимум, до 20 тысяч. Да, но для нашей семьи это была очень большая сумма. При всём том, что у нас трое детей в семье, ну, то есть, это почти не реально. Это нужно было сразу эту сумму иметь? Или какие-то части? Да, потому что год лечения его нужно начинать, вот ты решился, и ты его начал, не кидая курс. То есть нельзя прерывать, вот он должен идти уже без прерыва. Он должен идти непрерывно, да. Что был эффект? Это уколы, раз в неделю они делаются, и один укол такой стоил 3,5-4 тысячи гривен. Что делать вам? Вот в данной ситуации вам нужна огромная сумма денег. Вы понимаете, что вам, в принципе, неоткуда её взять. Какой Бог дал вам мудрость? Что нужно сделать? Потому что я хочу акцент делать, что Бог, наверное, посылает мудрость. Что нужно сделать? Да, в первую очередь, опять же, прощая внимание на то, что мы реально молились очень сильно, обратились в первую очередь, ну, к кому? К родственникам. К сожалению, родственники не дали ожидаемый результат, да, сумму не дали ту, которую мы надеялись получить. Да, и помогли нам абсолютно незнакомые даже люди, неизвестные. А как они узнавали о вас, о вашей проблеме? Мы говорили, делали даже концерт благотворительный, говорили людям о том, что вот будет сбор денег на лечение. Дальше в церкви объявляли, ну, и просили всех знакомых, всех друзей, чтобы вот это... То есть верующие люди тоже в церкви. Верующие люди тоже, да. Им огромное спасибо. Перечисляли определенные средства, жертвовали. Да, 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 помогали, да. И были люди, которых вот лично я знала. Я как могла, мне было, конечно, стыдно, но я просила, подходила просто к незнакомым, но знала, что у них есть деньги. Говорила, вот у меня есть такая ситуация, больна мама, очень-очень нужна. И было несколько людей, которые реально помогли. Существенной суммой. Существенной суммой, да. Вы еще говорили нам о том, что создали страничку ВКонтакте. Да, была ВКонтакте группа, я ее вела, тоже создала. Эта идея вот мне неожиданно пришла. Я думала, да, не поможет она, сколько вот в интернете мошенников всяких, да, ну, как люди поверят. Ну, слава богу. А как быстро удалось вот собрать нужную сумму? В среднем три месяца. За три месяца вы собрали 120 тысяч. Да, да, да. Слава богу. И причем нам потом продлили еще курс на полгода. То есть она год уже отлечилась. И это еще около 60-70 тысяч гривен, да. И мы и эту сумму собрали. Слава богу. Что сказали вам вот по прошествии полутора лет лечения? Мама очень ждала этот результат и уже для нее волнительно было, потому что были существенные у нее после лечения нехорошие последствия, да, сильно действующие лекарства. Они отразились на ее внешнем виде, волосы начали выпадать у нее. Она очень похудела, плохо спала, практически не спала. Ну, мы думали, что, наверное, уже все. И все мысли о том, напрасно ли это все или нет. А, да, что может это лечение быть напрасным. Но все же, благодаря вот молитвам, помощи людей, за которые очень спасибо, хочется всем сказать, всем-всем, кто помогли. И вот тому, что поддержка была со стороны, да, и Божья поддержка была, видно прям было, как он ведет. То мама получила положительный результат, и теперь она здорова, и в нее нет вообще вируса в крови. Слава богу. Вообще нет. Мне хотелось бы вот сказать тем людям, которые смотрят до нас, чтобы они в каком случае не отчаивались и не рассчитывали на людей и на деньги, на суммы не обращали внимания. Бог, он силен сделать все и дать то, что нужно любимым своим детям. Спасибо. Спасибо большое. Замечательные слова. Поддержки для людей, конечно. Вот я надеюсь, что у всех, у кого уже все совсем потеряно, будет очень все хорошо. Маля, передай, пожалуйста, маме огромный привет. Крепкого здоровья для нее, для тебя, для вашей всей семьи и особых благословений. Хорошо, я обязательно передам вам. Спасибо большое. Друзья, мы не прощаемся с вами. Вернемся в эту студию уже через минуту и встретим еще одного гостя. Не переключайтесь. Радостное и восторженное прославление Бога от талантливых музыкантов. Глубокое и интересное исследование Библии от лучших проповедников в прямом эфире. Богослужение в храме на Подоле. Каждую субботу в 11.30 на телеканале Надия. Дина из Германии просит молиться о работе для своего мужа Игоря. Пусть Господь коснется его сердца и направит на путь истины. Виктория просит молиться о воле Божьей в дальнейшем выборе работы. Пусть Господь укажет ей правильный путь. Кристина просит поддержать ее в молитве о своем физическом и особенно духовном здоровье. Татьяна просит молиться о своих свекрах и сестре мужа, чтобы они познали Господа. Ирина просит молиться о Дмитрии и его жене, чтобы они отозвались на призыв Божий. Друзья, вместе с нами сейчас студент духовной семинарии, а также участник и волонтер проекта «Восточный ангел» Максим Буга. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Уже неоднократно мы встречались в этой студии. Слушали удивительные истории. Я помню, как они собирали продуктовые пакеты для того, чтобы переправить, и как не было средств, и Бог находил. Вот я помню вашу историю. Наверное, что-то интересное вы тоже нам сегодня привезли. Очень интересные истории. И опять я удивляюсь, какой наш Бог великий. И что может творить молитва. То есть Бог отдал какое-то опять побуждение. Опять побуждение, и опять вопрос восточного ангела, и опять вопрос денег. Какую цель вы поставили себе на этот раз? Куда поехать и что сделать? На этот раз у нас была цель помогать людям, как обычно, делать добрые дела. И мы решили поехать в Волноваху непосредственно там, где идут столкновения, и где автобус, к сожалению, был обстрелен. И мы решили поехать туда помочь людям. И такая идея у нас очень долго созревала, созревала, и Бог послал побуждение мне и еще другим людям, и мы начали молиться. То есть у вас организовалась команда? Да, у нас организовалась. Которые хотели бы поехать и оказать помощь этим людям? Да, команда бесстрашных, которая решила поехать. Конечно, поехать в такое место. Мы молились, но, как мы понимаем, что поездка достаточно затратная. Кроме того, что нужны деньги на транспортные расходы, необходима еще какая-то помощь. А сколько было у вас денег? За неделю до того, как мы собирались ехать, многие нас отговаривали, говорили, ну... Опасно. Опасно, тяжело. Но почему-то было побуждение. Бог почему-то послал такое побуждение. За неделю до нашей поездки у нас была сумма 500 гривен. Всего-навсего 500 гривен. 500 гривен всего-навсего сумма была. То есть вы через неделю должны выезжать, а по сути у вас еще ничего нет. У нас ничего нет, и многие говорили, если вот не будет... Наверное, это божий знак. Божий знак. Что не стоит ехать? То, что вот не надо ехать, ну, не стоит этого делать. За неделю нереально собрать. Мы посчитали, что очень большая сумма необходима. Мы стали молиться. Стали молиться усердно, просить у Бога, чтобы Бог нам показал, что нам нужно делать. И был поставлен вопрос. Если мы молимся, и денег не будет, значит... Просить будет Бог вам показать, что Бог... Такова воля Божия. И Бог совершил чудо, как всегда. Мы долго, усердно молились, и на протяжении недели мы собрали необходимую сумму денег. Когда мы поехали в Волноваху, у нас общий каштор всей нашей поездки был 20 тысяч гривен. Ух ты! С 500 гривен 22... С 500 до 20 тысяч гривен. Слава Богу. В такое время, скажем так, нелегкое, да, в Украине за неделю собрать эти деньги тоже непросто. И это было настолько великое чудо, и как бы люди откликались. Особая благодарность тем людям, которые помогли непосредственно этой поездке. Люди помогали и деньгами, и помощью, и продуктами. А что вы именно везли? Мы везли вещи гуманитарные, мы везли воду, мы везли продукты, закупорку, варенье, помидорчики, огуречки, все это. То есть это домашняя консервация? Да, сладости везли, и везли литературу, чтобы так же... Духовную поддержать, да? Людей поддержать. Вас свободно пропускали, где вы проезжали? Это тоже был определенный опыт, так как сейчас там достаточно сложная ситуация. Бог, опять же, нам открыл двери через людей, и мы ехали как бы в компании с определенными людьми, которые нам... Коридор вам, по сути, дали коридор, зеленый коридор, через который нас пропускали, и каждый пост — это был определенного рода свое свидетельство. Евангелизация. Евангелизация, потому что мы говорили, что мы люди верующие, что вот восточный ангел, мы помогаем людям на Востоке. А вообще, как люди реагируют? Вот когда вы... Я так понял, что... Ну, больше говорят о том, что продукты, еда, а вот вы еще везли духовную литературу. Как люди реагируют на духовную литературу? Может быть, они говорят, нам не нужно, дайте нам лучше просто хлеба. Я до этого смотрел сюжеты много по телевидению, и солдаты, люди там на Востоке, они особым образом читают книги. И мы думали, как? Ну, читать классику — это одно, а читать духовное... Но мы удивились, потому что люди брали книги, они читали, они заинтересовывались, они смотрели... То есть какой-то агрессии по отношению... Не было ничего. Наоборот, люди больше расположены. Да. Максим, но вы совсем недавно, да, были в этой поездке? Мы были 22 января. То есть неделя... 23 мы вернулись. Неделя назад. Неделя назад. Вы приехали, у вас есть новые планы на сегодняшний день? Новые планы есть, мы загорелись, мы увидели то, что там люди реально нуждаются в нашей помощи. Людям необходима еда, продукты, медикаменты, как мирному населению, так же и ребятам, которые стоят на передоволе. Вы там благополучно доехали? Без поломок, без ничего? Как у вас? Ну, знаете, когда мы молимся, Бог нам открывает ворота, мы должны через них ехать, но сатана тоже не бездействует. Противодействует. И на нашем пути было две определенных поломки и два определенных чуда, в которых Бог нас сохранил, потому что мы могли перевернуться. И второй момент, что мы могли вообще не вернуться, потому что там были проблемы с машиной. Но Бог нас настолько благословил, что та сумма денег, которую мы собрали, она нам хватила на то, чтобы мы по приезду еще смогли сремонтировать наш автомобиль и прицеп, который был вместе с нами. И четко, четко... То есть все, что было запланировано на поездку, и продукты, и дорожные расходы, и все, что даже хватило и отремонтировать транспорт. Ну, неделю назад никто об этом даже помечтать не мог. Ваша машина на сегодняшний день готова к следующей поездке. Наша машина уже ждет конца февраля, что-то ехать в следующую поездку. Слава Богу. Максим, действительно, вы всегда приходите и рассказываете такие замечательные истории Божьей силы и Божьего проявления вот в нашей жизни, потому что молимся действительно Богу, Который творит чудо. Спасибо большое за вашу помощь, за ваше желание помогать этим людям. Пусть Бог не оставит вас и в дальнейшем. Если у вас будет вот это намерение поехать еще, пусть Он поможет и усмотрит ваши поездки и ваше будущее. Спасибо большое. Друзья, мы хотим вам напомнить о благотворительном проекте «Восточный ангел». Вы также можете помочь людям, которые находятся там на Востоке. Вы услышали эту историю. Вы видите, что сегодня люди нуждаются в средствах, в одежде, в воде и даже в хлебе. Пусть Бог благословит каждого из вас, каждое ваше сердце, которое готово помогать и которое готово быть добрым к чужой беде. Ну а пока оставайтесь с нами. У нас есть надежда и она должна быть у каждого человека. Позитивное телевидение для всей семьи просто и доступно о вечных ценностях, оптимистично о жизненных ситуациях, откровенно о переживаниях и кризисах. Широкая тематика программ. Регулярные прямые эфиры, современные телеформаты, круглосуточное вещание для широкой зрительской аудитории. Телеканал «Надия». Стоит смотреть. Дорогие друзья, это программа «Помолитесь за меня». к нам дозвонился по скайпу Василий и мы желаем принять его сообщение. Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас видеть и слышать. Откуда вы к нам звоните? Я с Юпаторией. Очень приятно, из Крыма. Василий, что вас побудило к нам позвонить? Ну, побудило то, что мне очень нравится ваша программа, вся эта. Спасибо. хотел поблагодарить вас всех за эту программу, за вообще передачу, за этот канал. Слава Богу. Я когда-то переболел, рак легких у меня был, и я хотел, как бы, чтобы люди не отчаивались, когда болеют, надо действительно довериться Богу. Я хотел поддержку этих людей, что Бог может сделать все, может излечить, так что хочется поддержать людей просто, чтобы они не отчаивались, и доверили свою жизнь Богу. Спасибо вам большое за ваш звонок, за то, что вы ободрили людей, которые нуждаются. Возможно, у вас есть просьба молитвенная, о чем бы вы хотели, чтобы мы помолились? Поблагодарить Бога. Поблагодарить только Господа. Спасибо, Василий, очень приятно. Нечасто у нас бывают такие зрители, которые просто хотят поблагодарить и прославить Господа за чудо, когда Господь исцелил такой тяжелой болезни. Ну и с другой стороны, это слова поддержки для тех, кто может быть сегодня столкнулся с таким диагнозом и не знает, как ему быть дальше, но вот его пример, его улыбающееся лицо говорит о том, что Бог сильный. У нас есть просьбы, да, по скайпу? Есть, очень много просьб, и некоторые я из них зачитаю. Дмитрий, город Кривой Рог, просит молиться о дочери Ирине, которая пострадала в ДТП. Нас также просит помолиться Надежда из Одесской области о внучке своей знакомой Яне три с половиной месяца. У нее проблемы с сердцем, завтра будет операция. Пусть Господь поможет, чтобы она прошла успешно, просит нас вот эта женщина. Также Игорь просит молиться о своем отце, у которого онкология и лечение, к сожалению, не помогает, пишет он. Дмитрий, Харьковская область, просит молиться о здоровье жены Людмилы, о маме Валентине, у которой онкология, а также о духовном состоянии Виктора и братьях Владиславе и Виталии. У них никотиновая зависимость. Вот такие сообщения есть. Ну, ты знаешь, очень много просьб о онкозаболеваниях. Я просто вот смотрю вскользь и сразу зачитаю, Наталья просит молиться о муже Николае, у него онкозаболевание. Опять же, хотелось бы сказать, дорогие друзья, не отчаивайтесь. Вот те истории, которые вы слышите сегодня, звонки наших зрителей, говорят о том, что Бог поможет вам справиться. Полагайтесь на него. У меня Виктор также просит молиться о здоровье Надежды, а также о сыне. У него тоже онкология, просто уже в тему, то, что ты говоришь об онкологии. Есть еще один звонок от Анны. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас услышать. Откуда вы звоните? Киев. Очень приятно. Ваше сообщение какое сегодня? Киев, Троещина. Еще раз добрый вечер. Я зараз дивлюсь передачу, хотя я член тоже церкви, адвентистов 7 дня, я на Микитенко и пастора Владимира, я знаю, он у нас там был раньше пастором. У меня очень большая проблема. И в нашей церкви молятся, и я думаю, это не будет лишнее. У меня уже от 6 лютого будет пів року, как мне сделали операцию на Святошино в лекарне, замена коленного сустава на протез. Были проблемы, что я уже ногу тягала, и вот уже сколько часов, много. И сейчас мне даже хуже, чем до операции было. Колено гнуться не хочет, и сильно большие боли, и в литку, и колено. Ну, в общем, чуть-чуть в квартире постою чи похожу, то вообще тоди ночью спать не можно. Дуже болит. Вы обращались к врачам, Анна? Да, туда звонила, там вообще никто ничем не заинтересован, можно так сказать. Товерец сказал, приезжайте, а ще треба операцію робити. Вы знаете, Анна, вы приедьте к врачу, поговорите с врачом, но знайте, что в вас заинтересован Бог. Спасибо большое за ваш звонок. Мы будем молиться о вас, чтобы Господь помог вам справиться с этой болезнью. Друзья, мы обратимся к Господу в молитве. Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что Ты слышишь молитвы народа Твоего. Мы просим об Анне. Ты видишь, что ей стало хуже после операции. Мы просим, чтобы Господь ей послал того хорошего специалиста, который бы мог уделить ей внимание, который бы мог ей внятно подсказать, что ей нужно делать. Небесный Отец, мы просим Тебя также о людях, которые больны онкозаболеванием. У нас очень много просьб сегодня поступило в связи с этой болезнью. Мы просим, пожалуйста, Господь, благослови их. Благослови, чтобы они не отчаялись, чтобы те свидетельства, которые сегодня они слышали, чтобы ободрили и поддержали. Небесный Отец, мы также просим о семьях, в которых сегодня, возможно, есть разлад, где люди принимают решение развестись. Мы просим, Господь, помоги им остановиться, отдуматься и найти точки соприкосновения. Благослови, Господь, чтобы их дети не испытали разочарования. Благослови, пожалуйста. Аминь. Аминь. Слова благословения от Бога прочитаем через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Друзья, Псалом 54, мы читаем 23 стих. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Друзья, полагайтесь на Бога, возложите на Него свои заботы, и Он обязательно сотворит в вашей жизни чудо. Ну, а мы с вами встретимся во вторник, 20.00, включайте телевизор, и мы вместе будем молиться нашему Богу. Хороших вам выходных и всего доброго. До свидания. Божьих благословений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин